Добрый вечер в эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азад Жумаханов и Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. Президент Казахстана Касымжомар Тукаев в Нур-Султане посетил штаб по обеспечению режима чрезвычайного положения. Министр обороны Нурлан Ермикбаев доложил верховному главнокомандующему о ходе призыва на специальные сборы, а также о технической и боевой оснащенности военнослужащих в борьбе с пандемией коронавируса. Сейчас 4000 человек работают в бригаде столичного штаба, в их числе сотни военнообязанных, призванных на спецсборы. Они поделены для работы на блокпостах, дезинфекции, помощи полиции и сотрудникам Акимата. Нельзя оставлять без внимания также тех, от чьей работы зависят жизни людей. Глава государства вновь подчеркнул важность выплатить премии врачам. Касымжомар Тукаев отметил, что планирует лично оценить госпиталь, построенный в рекордно короткие сроки. Он возведен на окраине столицы и предназначен исключительно для больных COVID-19. Ситуация сложная, но действуя вместе, страна ее преодолеет, заключил глава государства, добавив, что у него нет сомнений в том, что народ сумеет преодолеть временные трудности. Вы знаете, что мы сейчас делаем все возможное, чтобы помочь людям. Без людей, без народа экономики не будет. Поэтому средства из бюджета, из национального фонда мы жалеть не будем для того, чтобы прежде всего помочь людям. Еще раз благодарю. О необоснованном повышении цен на социально значимые товары предупреждены 172 крупных производителя и оптовых поставщика. Пять субъектов внутренней торговли оштрафованы за увеличение цен на хлеб, мясо и другие товары. Об этом стало известно на очередном заседании Государственной комиссии по обеспечению режима ЧП. Как известно, в Казахстане утверждены цены на 9 социально значимых продовольственных товаров. Однако отдельные предприниматели, желая получить сиюминутную прибыль, пытаются завышать их. Глава правительства поручил профильным министерствам совместно с акиматами регионов осуществлять постоянный мониторинг стоимости продуктов питания и обеспечить необходимые их резервы в региональных стаб-фондах. В ряде регионов отмечается превышение предельных цен на некоторые социально значимые продукты. Акиматам поручаю пресекать подобные факты и взять на особый контроль, подчеркнул глава Кабмина. С сегодняшнего дня в Талдыкургане введены строгие правила передвижения городского общественного транспорта. Есть ограничения и для личных авто. Горожане сетуют, как добираться до работы и обратно, если на городских маршрутах нет ни единого автобуса. Власти города предлагают свой вариант разрешения ситуации. Запрет на работу общественного транспорта продлится в Талдыкургане до 1 мая. Однако для работающей категории граждан это не станет препятствием для того, чтобы добраться на место службы. По инициативе городского акимата для сотрудников более 15 медицинских учреждений будет организована развозка посредством местных компаний пассажирских перевозок. Довоз работников также организован и крупными торговыми супермаркетами. Со слов пресс-секретаря Акима города, заявки можно подать через отдел транспорта и пассажирских перевозок областного центра. Организации, которые работают у нас в городе, они сами должны на договорной основе договариваться с пассажирскими перевозчиками и, соответственно, на нем транспорт и для своих сотрудников. В наш отдел транспорта мы предоставим им все контактные телефоны, адреса, и они могут сами напрямую с ними созвониться и договориться на услуги автоперевозок. Услуги развозки с сегодняшнего дня стали возможными для медработников областной детской поликлиники. К слову, транспортные услуги им предоставляет ТО «Жанель», с которым заключен договор об оказании услуг. Можно ходить и пешком, и на собственном транспорте без проблем, но единственное условие, требование – это только на работу, по работе. Также можно по своим надобностям сходить в аптеку за лекарствами, продуктовые магазины, супермаркеты за продуктами питания, а также по срочной и важной необходимости в больнице и поликлинике. Вопреки запрету использования личного транспорта, воспользоваться автомобилем горожане все же смогут, но только в исключительных случаях. Это же правило относится и к пешеходам. Сегодня мой первый день работы по развозке людей. Я дважды в день перевожу медработников областной детской больницы. Моя задача – увозить их на работу и развозить обратно по домам. Несмотря на введенный режим карантина, не все жители областного центра соблюдают его условия, а это чревато последствиями. Так, лицам, нарушившим режим ЧП, придется отвечать за проступок по статье 476 «Нарушение норм чрезвычайного положения Кодекса об административных правонарушениях». К слову, с 16 марта к адам ответственности было привлечено более 400 граждан, проживающих в областном центре. Статьей 476 предусмотрен штраф в размере 10-месячных расчетных показателей, это на сегодняшний день 2778, то есть 27 780 тенге, либо административный арест на срок до 15 суток. Гульмира Тимиргалиева, Айдос Калиев, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Ежедневный мониторинг местных супермаркетов проводят власти Капшигая. Учитывая введенный в области карантин товарами первой необходимости, население обеспечивает сеть крупных торговых точек. Тоймарт, Скифтрейд и Смол. Как показал мониторинг, в наличии все 19 видов товаров первой необходимости. К тому же крупные торговые сети каждую неделю получают порядка 100 тонн продуктов. Также в резервном фонде хранится полуторамесячный запас. В настоящее время на складах находятся 56 тонн сахара, 32 тонны пшеничной муки, 132 тонны мяса, 80 тонн макаронных изделий, 300 тонн картофеля, 100 тонн лука, 25 тонн риса и 26 тысяч литров подсолнечного масла. Наряду с крупными сетевиками в Капшигае действуют и пять социальных магазинов. В них по сниженной стоимости пенсионеры, ветераны, инвалиды и многодетные семьи могут приобрести все необходимое. В нашем магазине самые низкие цены. Это в первую очередь также присутствует социальный товар, на который цена не меняется. Поставки у нас ежедневные. В день мы получаем товар регулярно, в два раза. Проблем нет с этим абсолютно. Поэтому ажиотаж, который создается вокруг, это все неправильно. И можете не переживать за то, что вы останетесь без товара. Все у нас четко распределено. На каждого хватит. Поэтому за период с открытия нашего магазина цены у нас не меняются. Мы стараемся держать стабильно. Полицейские Алматинской области продолжают службу на переднем крае борьбы с коронавирусом. Ежеминутно вместе с медицинскими работниками они находятся на санитарных постах, проверяя транспортные средства и законность их передвижения. Полицейская статистика гласит, с начала введения карантина транспортный и пассажирский поток заметно снизился с 12 до 5 тысяч в сутки. А среднее количество граждан, передвигающихся через блокпосты, снизилось до 7 тысяч. Напомним, на сегодняшний день в области функционирует 131 пост. В числе которых 65 санитарных и 66 мобильных. Несущие службу стражи порядка обеспечены всеми необходимыми защитными средствами. А буквально вчера стражи порядка на постах получили новую специальную форму. Многоразовый защитный комбинезон из смесевой ткани с водоотталкивающими свойствами. Их производство налажено в учреждениях уголовной исполнительной системы. Для безопасного несения службы были выданы защитные костюмы, в которых удобно нести службу. А также данные костюмы оснащены элементами пассивной защиты. На костюме указаны надписи «Полиция». Также в данных костюмах удобно нести службу и дезинфицировать. После службы данные костюмы каждый сотрудник дезинфицирует и хранит у себя. Более 400 граждан привлечены к ответственности за незаконный перевоз скота в Алматинской области. Более того, в 261 случае владельцы в ходе проверки не смогли документально подтвердить свое право собственности. Информацию на своей страничке в Facebook опубликовали сотрудники Департамента полиции Алматинской области. В отношении виновных оформлены административные протоколы в соответствии со 406 статьей Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Работа в данном направлении будет усиливаться, говорят стражи порядка. Вместе с тем, следуя принципу неотвратимости наказания, с начала года удалось раскрыть около 70 ранее совершенных краж скота. К уголовной ответственности привлечено 112 человек. Разоблачено 28 преступных групп. Владельцам возвращено 506 голов скота. Хотелось бы отметить, что принимаемые профилактические меры позволили сократить факты скотократства на 4,5%. Причем большая часть преступлений раскрыта по горячим следам в течение суток. Это результат оперативной работы наших сотрудников. Стоит отметить, для провоза скота на основании приказа министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 21 мая 2015 года об утверждении правил выдачи ветеринарных документов и требований к их бланкам. Согласно приложению номер 7, владельцам необходимо при себе иметь ветеринарную справку. И к новостям страны. Близ Караганды потерпел крушение военный истребитель МиГ-31. Сообщается, что им управляли подполковник Курмангалиев и подполковник Гавриловка. Оба доставлены в больницу, передает закон КИЗ. Первой на место крушения прибыла наземная поисково-спасательная служба военно-воздушных сил Казахстана. Экстренную медицинскую помощь оказали на месте. Затем пострадавших эвакуировали в больницу Караганды. В настоящее время летчикам оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние одного оценивается врачами как удовлетворительное, другого – средней степени тяжести, говорится в сообщении. Отмечается, что потерпевший крушение самолет был выпущен в 1991 году. Это уже четвертый аварийный инцидент с МиГ-31 в Казахстане. Предыдущие происходили в 2007, 2008 и 2013 годах. В казахстанских соцсетях распространяется видео, где мужчина вступил в конфликт с полицейскими в Акмолинской области. На записи видно, что со стражем порядка, а он ведет себя очень агрессивно, оказывая сопротивление. На замечание полицейского о нарушении карантинного режима и рекомендацию вернуться домой жительница не отреагировала, а напротив позвонила своему сожителю. А тот бросился на полицейского с кулаками. В конфликт также пытались вступить старший сын и случайные прохожие. Казахстанский певец Димаш Кудайберген исполнил новую композицию китайских авторов «We are one». Судя по видеоклипу, песня записана в поддержку врача, борющимся с коронавирусом во всем мире. Видеоклип, опубликованный «Синьхуа новости», представляет собой подборку кадров из охваченных пандемией стран и городов, показан нелегкий труд врачей, а также сам Димаш, записывающий песню на студии. Незанятую и активную молодежь Алматинской области управление по вопросам молодежной политики привлекает к благотворительным акциям и волонтерской работе. В этот раз добровольцы доставили горячий ужин и чай тем, кто днем и ночью, в погоду и ненастье, несет вахту на карантинных постах в борьбе с пандемией. Акция не одноразовая. Ранее волонтеры уже не раз навещали их. И не только в помощи дела признаются неравнодушные люди. Так они хотят выразить слава благодарности тем, кто несет службу и работает круглые сутки в сложившейся ситуации. Добавим, в волонтерский штаб входят более 1700 человек. Каждый день они обеспечивают социально уязвимые слои населения продуктовыми корзинами, осуществляют доставку продовольствия, консультируют население и принимают заявки через фронт-офис по горячей линии 404-404. Всего проведено 936 благотворительных акций. Сегодня нашим управлением совместно с волонтерами Семеречья проводим акцию. Трудом наших добровольцев посетили 44 поста на территории Алматинской области. Привезли еду. Хочется отметить, что это мы делаем от чистого сердца. Хотим помочь людям в это трудное время. Также мы обеспечиваем средствами индивидуальной защиты нуждающейся семьи. На сегодняшний день нашими волонтерами, молодыми предпринимателями, шито 46 тысяч масок. Парад победы на Красной площади Москвы будет в этом году перенесен. Такое решение приняло российское руководство. Новая дата пока не назначена. Но, по словам президента Путина, парад и акция «Бессмертный полк» обязательно должны состояться в этом году, который объявлен в России годом памяти и славы. Подготовка к празднованию 75-летия победы началась в России за много месяцев. Предполагались беспрецедентные масштабы торжеств по всей стране. Теперь все массовые мероприятия, связанные с праздником, будут отложены. При этом в руководстве движения «Бессмертный полк» заявили, что рассматривает возможность провести акцию в дистанционном формате. В Южной Корее наблюдается рост популярности автокинотеатров. В Сеуле многие парки и площади превратились в парковки для зрителей. Корейцев привлекают не столько сами фильмы, сколько возможность хоть как-нибудь провести время за пределами квартиры. Билеты можно купить онлайн. У посетителей, естественно, проверяют температуру. Естественно, количество людей в машинах не должно превышать трех. Власти страны не против таких поднебесных кинотеатров. Однако они напоминают, что необходимо соблюдать элементарные правила безопасности в период пандемии. Киберспорт – единственный вид спорта, победивший коронавирус. Пандемия показала, что за игровой индустрией будущее. Ей не страшны ни вирусы, ни запреты на массовые мероприятия. Казахстанцы, так же, как и миллионы других людей, участвуют в онлайн-турнирах. Причем виртуальный мир выглядит не менее захватывающе, чем реальные соревнования. Онлайн-игры уже давно вошли в повседневную жизнь людей. И соревнования по ним проходят регулярно. Наглядный пример – турниры по футболу. В них участвуют как киберспортсмены, так и просто любители. К слову, сейчас в Казахстане проходит киберкубок по разным направлениям. Это и спортивные симуляторы, файтинги, стратегии и шутеры. Спортсмены так повышают мастерство. А именитые атлеты страны еще раз доказывают, что могут показать себя не только на спортивной площадке, но и в виртуальном мире. Сейчас в Казахстане проходит турнир даже по онлайн-шахматам «Уиди Боу Кап-2020». Организаторами выступила Федерация киберспорта страны при поддержке Министерства культуры и спорта и именитых спортсменов. Как и положено в киберспортивной дисциплине, победителя ждет внушительный призовой фонд. Принять участие может любой желающий, а игры гройсмейстеров транслируются в прямом эфире. Дорогие друзья, уважаемые любители шахмат, от имени Министерства культуры и спорта от себя лично поздравляю со стартом грандиозного события республиканского турнира «Уиди Боу Кап-2020». Желаю всем участникам соревнований прекрасной игры, спортивной удачи и увлекательных поединков. Безбергемес Алга, Казахстан. Уиди Боу. Не остает в онлайн-играх и наш регион. Областная федерация киберспорта за последние два года провела более 50 крупных турниров по самым популярным киберспортивным дисциплинам. И на этом, говорят специалисты, останавливаться не собираются. Уже сейчас планируется проведение отборочных турниров в режиме онлайн. Желающих тоже немало – около 150 человек. Сейчас в основном мы отбираем потенциальных киберспортсменов по нашим турнирам. Каждый производится отдельно. С каждым мы производим беседу. Хотят ли они этого, могут ли они этого, потому что все равно сейчас этот спорт находится на стадии развития. Есть некоторые трудности, но скоро мы соберем сильный костяк. Сейчас мы планируем провести онлайн-чемпионат в связи с ЧП в стране. Каждый будет играть со своего дома, что будет абсолютно безопасно для всех. Мастер спорта международного класса по борьбе в вольном стиле Даурен Жумагазиев и руководитель отдела спорта управления Алматыш Кемпиров тоже участвует в онлайн-баталиях. Из-за сложившейся ситуации в мире всем приходится сидеть дома. Все спортивные события приостановлены, но соревнования проводить можно по киберспортивным дисциплинам. В области планируются турниры по Counter-Strike, Dota и FIFA. Однако, уверяют эксперты, сильно увлекаться видеоиграми не стоит. Между матчами необходимо делать перерывы. И к тому же зарядку никто не отменял. В это нелегкое время спортсмены всем советуют поддерживать физическую форму. Алексей Цой, Габид Кадрахман, телеканал ЖТСО. Это вся информация уходящего дня. Спасибо за внимание и оставайтесь дома.